Далее Владимир Городнюк расскажет о пожарной статистике. По данным Пинского Гручее с 25 сентября, поздно вечером случился пожар в деревне Лыще. По неизвестной пока причине загорелся жилой деревянный дом. Его хозяева успели вовремя эвакуироваться, поэтому никто из людей не пострадал. Огнём повреждены кровля, перекрытие и имущество, находившееся внутри строения. А этот пожар, причины которого будут устанавливаться, случился среди бела дня в Пинске. Загорелся жилой дом по улице Володарского. Есть данные, что в нём в тот момент находились трое человек. Это хозяин жилья, его сожительница и товарищ. Они самостоятельно покинули место пожара и после этого, по словам спасателей, почему-то исчезли. Позже приятель хозяина обнаружился. Оказалось, он серьёзно пострадал от огня и обратился к медикам. «Бригадой скорой медицинской помощи этот гражданин, который скрылся с места пожара, был доставлен в реанимационное отделение финской центральной больницы с полученными ожогами лица, шеи и предплечья третьей степени». Как мужчина получил такие травмы, можно только догадываться. Не исключено, что их могло бы и не быть, не фигурируя в этой истории, алкоголь. Предположительно, до пожара его употребляли в доме, на что указывает и неадекватное состояние его хозяина, всё же появившегося на месте ЧП. От него добиться никаких ответов не представилось возможным, потому что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его вчера сотрудники милиции завезли на свидетельствование, чтобы подтвердилось. Как по месту жительства со слов соседей характеризовался? Со слов соседей характеризовался данный гражданин весьма относительно склонен к злоупотреблению спиртными напитками, проживал один. Вот эта подруга, которая с ним была, это есть его сожительница. Примечательно, что около года назад в этом же доме Павлодарского случался пожар, и в его результате погибла женщина. По информации спасателей, это была предыдущая сожительница хозяина жилья. Тогда пожар произошёл из-за курения в постели в нетрезвом виде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!